Ну а где документы по аренде? По аренде у меня сейчас... Они должны быть здесь у вас, в месте, находиться. Вы уже об этом знаете? У меня сейчас их с собой нет. Этот предприниматель, очевидно, не ожидал проверки. Его автосервисы и другие мелкие предприятия по соседству отапливают угольный котёл. Сейчас он не работает, но когда станет холодно, выбросы пойдут бесконтрольно. Труба низкая, и этим дымом дышат люди на проспекте Металлургов. Но котельная на замке, и повлиять на её работу ни госинспекторы, ни общественники, ни сотрудники мэрии не могут. Работа большая, очень сложная. Но она ведётся постоянно и беспрестанно. Поверьте мне, здесь нет ни одного сервиса, который бы не знал, что он нарушает, который бы не штрафовала администрация. А это ещё один предприниматель. Он показывает свой котёл. Топит углём, документов на оборудование не предоставляет. Как газифицируют город Красноярск, понимаете? Я с удовольствием поставлю газовый котёл. У меня стоял газовый котёл по 5 лет, понимаете? Но когда сделали топливо по 22 рубля за литр, понимаете? И когда у меня весь походит 80 тысяч на отопление, ну, извините, пожалуйста. А новые технологии вы не хотите предпринимать? Есть новые технологии там? У меня нет столько финансов, молодой человек. Если у меня было бы не знаю, чтобы купить котёл 100 миллионов денег, понимаете? Я, может, и подумал бы о каких-то там новых технологиях и всём прочим, понимаешь? По данным организации Красноярские зелёные, в нашем городе 830 подобных неучтённых промышленных труб. Они есть на базах, автосервисах, в гаражах. По оценке экологов, их вклад в загрязнение 3-4 тысячи тонн. Это менее 2% от общих выбросов в городе. Давайте честно. Вот стоит Крас. Давайте к нему вопрос сначала, да? Когда в ручке дышать нечем, правильно? Совершенно верно. Когда выхлопы, когда тут дышать нечем, туманы и всё прочее. Вот к нему можно вопросы задавать, а не к кому-то человеку, который просто топит, не знаю, два ведра в сутки углём. Прикрыть трубу этого предпринимателя чиновники не могут. Бизнесмен зарабатывает на своём здании и топит котёл по документам, как физическое лицо. А всё законодательство настроено на борьбу с юридическими лицами. Их можно и оштрафовать существенно, и в конечном счёте закрыть. От 180 до 250 на юридическое лицо. И вы даёте предписание получить разрешение? Да, конечно. Если не исполняют, то второй раз пришли, пошли дальше. Снова их наказываем и в суд подаём. Эколог Сергей Шахматов считает, что проблему мелких источников загрязнения можно решить. Но для этого нужна воля руководства Красноярского края. Должны быть созданы в крае, вот для такого малого и среднего бизнеса, какие-то условия для того, чтобы он экономически сам готов был поменять тип своего источника отопления, энергоотопления, с угольного на электрический или на газовый. Ну а пока проблема мелких загрязнителей не решена, и зимой в морозы можно будет почувствовать, насколько она актуальна. Когда коптить по чёрной начнут и предприниматели, и жители частного сектора. Виталий Пеляков, Сергей Кашин, Афонтова Новости.